Вчера впервые после долгого периода взаимных обвинений президент Турции Раджип Эрдоган созвонился с президентом России Владимиром Путиным. Кризис в отношениях между Россией и Турцией длился 216 дней, но похоже страны восстанавливают сотрудничество в пресс-службе Владимира Путина. Сегодня разговор между двумя президентами назвали конструктивным и деловым, а также сообщили, что президенты вскоре могут встретиться лично. Я напомню, что острые разногласия между Москвой и Анкарой начались в ноябре 2015 года. Тогда турецкие военные после нескольких предупреждений сбили российский военный самолет Су-24, который, по им словам, нарушил турецкое воздушное пространство на границе между Турцией и Сирией. Возможные последствия и причины потепления отношений между Россией и Турцией обсуждают и мировые медиа. Также журналист Леонид Бершицкий в статье о том, почему Эрдоган зарыл топор войны, опубликованной 27 июня в американском издании Bloomberg, пишет. Одна из главных причин примирения Эрдогана и Путина – это их сходство. Эти два политика настолько похожи в стиле правления, что им легче договориться между собой, чем с европейскими или американскими лидерами. Эрдоган должен испытывать определенную зависть к возможности Путина делать в своей стране практически все, что тот пожелает. Также Эрдоган, вероятно, чувствует духовное родство с Путиным. У этих авторитарных правителей похожие представления об угрозах для их власти и стран. Оба они считают мир ареной ожесточенной борьбы, в которой экономические выгоды всегда оказываются выше ценностей. В статье для британской газеты Financial Times журналистки Кэтрин Хилли и Лаура Петель пишут. Именно сложное экономическое положение Турции подтолкнуло президента Эрдогана на примирение с Путиным. И уже сегодня российский премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение правительству подготовить специальное распоряжение о поэтапном снятии санкций. Речь идет о снятии запрета на импорт продовольствия из Турции, а также о снятии запрета на продажу туристических путевок в эту страну. Из-за угрозы терактов европейцы стали намного меньше ездить в Турцию. По данным турецких властей, в этом году поток иностранных туристов уменьшился на 35%. А российских туристов этим летом приехало на 95% меньше, чем в прошлые сезоны. И для экономики Турции это большой удар, так как туризм составляет 5% ВВП страны. Вот журналисты Financial Times пишут. Снятие запрета на поездки россиян в Турцию стало бы мощной поддержкой туристической индустрии Турции, которая сейчас переживает не лучшие времена из-за терактов смертников по стране за последний год. Журналист Андрей Архангельский в статье «Поворот к Турции. Визг радости против языка ненависти», которая была опубликована 30 июня в оппозиционном российском издании «Слон», пишет, в процессе перемирения Москвы и Анкары поражает скорость, с которой происходит перемена риторики Кремля. На протяжении последних 7 месяцев российские государственные медиа преподносили Турцию как врага и также жестко критиковали турецкого президента. Но как только в отношениях России и Турции наметился определенный прогресс, наступило потепление, российские каналы начали показывать позитивные репортажи о турецких курортах и городах. Будет поучительно посмотреть на цифры турпотока в Турции уже в следующем месяце. Это будет хороший урок милитаристам, которые призывают в Турции все равно не отдыхать. В зависимости от этих цифр можно будет сделать и вывод о том, насколько пропаганда сильно или слабо влияет на поступки людей. Примирение между Россией и Турцией повлияет не только на политику этих стран, но и на мировую политику и, возможно, даже на исход сирийского конфликта. Об этом пишет журналист Саймон Тиздалл. В статье «Турция расплачивается за то, что Эрдоган намеренно не замечал угрозу ИГИЛ». Статья от 29 июня для британской газеты The Guardian. И давайте вспомним, что на данный момент в сирийском конфликте участвуют пять основных сил. Армия Башара Асада, сирийская свободная армия, курдские отряды народной самообороны, террористическая организация «Исламское государство» и международная коалиция во главе из США. И каждая из сторон воюет в первую очередь с исламским государством. Но военные эксперты признают, что курдские отряды народной самообороны наиболее эффективно противостоят ИГИЛ. Ну вот именно курдские отряды народной самообороны, это, собственно, давний противник турецкого правительства. Они борются за создание независимого курдского государства Курдистана. Отряды действуют на севере Сирии, возле границы с Турцией. Их политическое крыло, рабочая партия Курдистана, признана в Турции террористической организацией, но в России считается законной. А курдские отряды народной самообороны, по словам некоторых экспертов, получают российское вооружение. По мнению Саймона Тиздала, журналиста газеты «The Guardian», Эрдоган оказался в сложном положении. Скорее всего, Кремль заставит турецкого президента признать вклад курдов в борьбу с ИГИЛ. Изменения политики Турции в отношении России приводят к логическому выводу. Эрдогану придется прекратить войну с рабочей партией Курдистана. Ему нужно будет принять тот факт, что примирение с курдами – это цена, которую нужно заплатить за общее усилие для борьбы с ИГИЛ и прекращения кровопролития в Сирии. Все авторы, которых мы цитировали, сходятся во мнении, что Москва и Анкара могут создать союз, который повлияет на будущее Ближнего Востока и Черноморского региона. О конкретных договоренностях между Россией и Турцией мы узнаем после встречи членов организации Черноморского экономического сотрудничества, на которой будет присутствовать министр иностранных дел Турции. И вот встреча пройдет 1 июля в Сочи. Продолжение следует...